Песня 6 июля 2005 года Тула прощалась с протереем Геннадием Ковалевским. Всего несколько дней назад он вырвался в отпуск, поехал в Севастополь, чтобы отдохнуть, и вдруг неожиданное известие – отец Геннадий погиб. Будний летний день, а в храм невозможно зайти, он полон людьми, многие стоят и плачут на улице. Аса Геннадия отпевают два архиерея, 22 священника в облачении, большое количество батюшек молятся среди прихожан. Почему похороны обычного провинциального священника привели в этот день в церковь столько людей, сколько бывает только, когда прощаются с известным артистом или государственным деятелем? Наверное, потому что отец Геннадий был одним из тех сотен священников, которых в народе называют батюшками, которые становятся центром духовной жизни целой деревни, района, города или области. Потому уход таких людей, тем более трагичный, как в случае с отцом Геннадием, вызывает настоящее потрясение. Люди вновь и вновь спрашивают себя. Почему это случилось именно с ним, и именно сейчас, когда священник в расцвете сил и так необходим всем? Чтобы ответить на этот вопрос, надо еще и еще раз проследить жизненный путь отца Геннадия от самого начала до трагического момента гибели. Геннадия от самого начала до трагического момента гибели. Если бы я когда-нибудь писал энциклопедическую статью про отца Геннадия, я, наверное, начал бы так. Протерей Геннадий Витальевич Ковалевский – церковный деятель, трудившийся в Тульской епархии во второй половине XX – начале XXI веков. Действительно, отец Геннадий был прежде всего церковным деятелем. Господь дал ему особый талант – талант созидания живой церковной жизни. Есть много способных священников-строителей, которые могут организовать ремонт храма или даже построить новую церковь, найти средства, достать материалы, договориться с рабочими. Но соседание церковной жизни – особый дар, и отец Геннадий обладал им в полной мере. Последние 15 лет его жизни подтверждают это. На месте мерзости и запустения, как отец Геннадий называл то, что сделали большевики со свято-сергиевским храмом Тулы, возродилась церковная община – сообщество людей-единоверцев, которые вместе не только молятся, но печалятся, радуются, воспитывают детей, отдыхают, постигают азы православия. Сегодня при свято-сергиевском храме Тулы действует бесплатная воскресная школа, проходят еженедельные беседы для взрослых, работает единственная в Туле общедоступная православная библиотека. Храм содержит православную группу в Зареченском детском саду и духовное отделение в районной школе искусств. Но это сейчас. А начинал свой путь Геннадий Ковалевский в 60-е годы, когда созрело его желание стать священником. Впрочем, наверное, он всегда знал, что будет предстоять перед престолом, ведь родился в семье с глубокими священническими традициями. Роду Иереев-Ковалевских, как говорит семейное предание, не меньше 300 лет. 27 с лишним лет назад в городе Туле я был рукоположен, в то время правящим архиереем, митрополитом Ювенарием, священный сан. Происходило это в храме 12 апостолов, в день памяти святых 12 апостолов. В этом храме в то время священником служил мой отец, митрофорный протерий Виталий. В это же время в Туле служил и брат мой, протерий Виктор. И вот вдвоем мой отец и мой брат, они водили меня во время хиротонии вокруг престола. Вообще священный сан, как говорил мой родитель, восходит уже более 300 лет вглубь веков. Вот здесь, на этой старинной фотографии, мы видим маленький мальчик. Это мой отец, когда ему было 4 года. Чуть-чуть по отдали стоит священник, это его отец, протерий Антоний. Ниже отца Антония находится его матушка, супруга Скабалановича. И вот это родители матушкины. У нас в семье все это хранится. Я бы не сказал, что это хранится как бы протокольно, то есть это инсфиксирует. Ну, по крайней мере, мы из уст в уста, что называется, письменной традиции, постоянно знаем всех и помним. У нас есть свои внутренние как бы синоды, по которым мы поминаем всех наших дедушек, прадедушек, прабабушек. То есть всех именах мы знаем. Лет на 400, то есть до времен Петра I, знаем всех поименно. Итак, согласно семейному преданию, на подвиг священства Кузнецов, Ковалей, благословил сам император Петр I. В Тулу Ковалевские переехали из Белоруссии. Священником был отец Геннадия Ковалевского. Священниками стали племянники отца Геннадия, его сын Вячеслав. Поэтому сам Геннадий Витальевич Ковалевский в 71-м году также был рукоположен. Но до этого, и даже до того, как он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, произошло еще одно очень важное событие в его жизни. Познакомились мы 39 лет назад, даже могу сказать не только год, а число. 1 августа мы вместе ложились, у нас вместе, мы заболели болезнью Водкина, и нас в один момент положили в больницу. И когда мы пришли вместе, нам женщина подошла и спросила, «Вы что, муж с женой?» Отец Геннадий очень так на меня презрительно посмотрел, потому что мне в то время было 13 лет, и сказал, «Нет, еще не совсем». Ну, после этого мы познакомились, так как месяц лежали в больнице и подружились. А ему сколько? Три года, а ему было 17. В 18 ему исполнилось в больнице, а мне в больнице исполнилось 14. Ну, а потом начали встречаться. Год мы встречались, через год он поступил в семинарию. Я за его знала еще до семинарии даже. Два года он проучился, потом мы поженились. В 69-м году мы поженились. Вы знаете, я считаю, что я ему была предназначена, можно сказать, вот с отрочеством. Поэтому тут не вставал вопрос для меня. Для меня было счастье, что он мне сделал предложение, и что я выхожу за него замуж. Я очень его любила, и поэтому я его просто не представляла жизнью без него. Как-то сразу, прям, вы знаете, вот как... Не то, что я почувствовала своим сердцем, что это мой человек. Я была тогда еще ребенок. Но дело в том, что когда мы начали встречаться, и вот у нас завязались, в общем-то, дружеские отношения, я очень полюбила отца Виталия, его отца, я приходила к нему. И у отца Геннадия произошло несчастье перед этим, у него умерла мама. А когда умерла мама, ему было 16 лет. И, конечно, у них было не хватало не только женского общества, но и уюта, тепла. Поэтому я приходила, и что могла, в общем-то, помогала отцу Виталию. Варила манную кашу, которую не умела, которая вообще ничего не могла делать. Но потихонечку училась. Отец Виталий всегда очень радовался моему приходу. И я как-то вот сразу вошла в их дом и стала как бы членом семьи. В общем-то, сразу как-то у нас это получилось. Отношения такие завязались. И когда мы поженились через три года, это, в общем-то, было как само собой разумеется. Дух Ленинградской семинарии, которую заканчивал отец Геннадий, и дух самого европейского из русских городов, навсегда остались в его душе. Он всегда с особой теплотой отзывался о питерских святых и питерских православных храмах. Дни празднования памяти к святой Ксении Петербургской или святого Иоанна Кронштадтского особо им переживались. Дух европейского города не мог не повлиять на отца Геннадия. Он сам в большой степени был русским европейцем, человеком, смотрящим без шор на западный мир и западную культуру, воспринимающим то ценное, что было создано западным христианством за многие столетия. Не случайно французские католики неоднократно гостили в Бугучарве под Тулой, когда отец Геннадий настоятельствовал над местным храмом, а молодые прихожане святосергиевского храма совершали ответные визиты во Францию. Главное для отца Геннадия было то, что французы помогали в реставрации православного храма и тем самым приобщались к православной культуре, а русские люди могли сравнить свою религиозную культуру с европейской и сделать должные выводы. Думается, в пользу первой. Кстати, может, именно у европейцев отец Геннадий воспринял особую заботу о прихожанах. Ему всегда хотелось, чтобы людям было хорошо в храме, чтобы они нашли в нем покой и духовный, и душевный, и телесный. На последнем приходском собрании он поделился идеей построить в храме теплый гардероб, в который зимой, весной и осенью верующие могли бы сдавать свою одежду и после этого участвовать в богослужении. Отец Геннадий всегда с какой-то теплотой особой говорил вообще о Питере, вообще как о городе, о храмах питерских, о святых санкт-петербургских. Какое-то у него особое отношение было. Вы знаете, он был и подьяконом Владыки Никодима. Он с первого класса, как поступил в семинарию, был и подьяконом Владыки Никодима. Владыка Никодим был необыкновенным человеком. И, конечно, он, так как он не был питерцем, но дело в том, что, находясь в этой атмосфере, он не мог, в общем-то, не впитать ту любовь, которую питали. И с особой любовью, конечно, относился к Питеру. Отцу Геннадию предложили остаться служить в Питере. Но в Туле его ждал одинокий и больной отец, протерей Виталий Ковалевский. И отец Геннадий вернулся в Тулу. И началось, знакомое многим молодым священникам, служение в сельских храмах. Мы начинали в 1971 году. Когда он стал священником, мы его послали в Куркино. И в Куркино мы были пять лет. Я была вместе с ним тоже. Были маленькие дети. Сначала отец Вячеслав, потом родилась Галина у нас. Не было, были очень лишения большие. Мы жили на квартире, не было ни воды, конечно, никаких там условий. Топили печку, ловили мышей, считали, сколько поймали их за ночь. В общем, прошли. Но как-то, вы знаете, была молодость, и не было, не страшно. И была любовь. Поэтому было все просто в этом отношении. Когда первый приход его назначили в Куркино, то два года мы жили в сарае вместе с курицами. Потому что в это время строился дом для священства. И мы жили в таких условиях. Просто в специально отведенном помещении, где рядом тут же жили животные. И более-менее что-то обустроено. Естественно, никаких удобств, никаких условий, ничего. Я думаю, что в нашей семье привыкли ко всему. И к жизни, когда Господь чем-то награждает и дает, и в жизни, когда Господь лишает это. Путилевские промыслом Божиим переплетаются совершенно неожиданным образом. Своё служение в Тульской епархии отец Геннадий начал, как мы уже говорили, в 1971 году. Сразу после окончания Ленинградской духовной семинарии. Причём письмо с просьбой о трудоустройстве выпускника к владыке Ювеналию, бывшему тогда епископом епархии, подписал никто иной, как председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, таллиннский митрополит Алексий Редигер. Кто бы мог знать, что спустя годы в сане Патриарха Русской Церкви он посетит Тулу и будет служить литургией в Сергиевском храме вместе с настоятелем, бывшим выпускником семинарии, которого он когда-то рекомендовал для служения. Было и ещё одно имя, которое незримо присутствовало в жизни отца Геннадия – преподобный Сергий Радонежский. Когда он попросил благословения у владыки Никодима, владыка Никодим благословил его иконы преподобного Сергия. И он был поражён. Сначала он говорит, что я даже, может сказать, обиделся на него всех спасителям, а меня Сергия Радонежская. И только когда его направили в Сергиевский храм, сначала в Пласк, потом в Тулу, то он понял, что это было промыслительно. Преподобный и богоносный, отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью... Было то, что объясняло. Это небесное покровительство святого Сергия в жизни тульского протерея. Ведь преподобный Сергий Радонежский был не просто выдающимся молитвенниками-аскетом. Он строитель церковной жизни, восстановитель монашеской жизни, строитель монастырей. Талантом общественного и церковного деятеля обладал и отец Геннадий. Он очень любил преподобного. Был награждён церковным орденом его имени. И в последние годы пытался убедить жителей улицы Пузакова, которая проходит рядом с храмом, что и их жизнь не может не измениться, если улица революционера-подпольщика будет переименована в улицу святого Сергия. Убедить не удалось. Последние 15 лет жизни отца Геннадия были связаны с Сергиевским храмом Тулы. Отец Геннадий рассказывал, что, когда пришёл первый раз в переданную епархии церковь, ужаснулся. Храм был разбит на несколько этажей, и балки с настелёнными полами врезались в лики и фигуры святых, разрубив их. При советской власти здесь были склад и овощехранилище. Это подтверждает и его сын. Когда мы заехали туда, там был склад. Когда мы заходили, смотрели склад, нам, естественно, как бы всё это не показывали, а просто показали там, вот здесь у нас тот, тот, тот. А когда они выехали и уехали, то оказалось, что в этом складе есть очень много мест, которые, наверное, не ступала нога человека. И там валялись тухлые, гнилые арбузы, дыни, крысы вперемешку. Ну, просто, понимаете, людям не нужно было это здание. Они использовали его как могли. Может быть, они планировали это выносить, может, это периодически выносилось. Но когда мы пришли, там было просто какое-то овощехранилище сброшенное. И первым делом мы просто выносили вот эту вот жидкость, которая пахла неизвестно как, и неприятная ни на ощупь, ни на вкус, ни на запах. Выносили из храма, поэтому осталось такое вот, понимаете, вот как вот такое состояние мерзости, вот запустения. Храм, естественно, останавливался тяжело. Естественно, очень много душевных и физических сил у него требовалось, потому что иногда он приходил просто. У него опускались руки, и он ничего не... Даже говорит, не хочу, не могу. Ну, потом откуда-то брались силы, Господь помогал, конечно, с Божьей помощью, естественно, по человеческим силам это невозможно. Первый раз я здесь появился на субботнике, когда мы здесь зашли, и все это увидели, когда здесь были склады, кучи, значит, испорченных фруктов, овощей, ванизм, будем говорить, крыса бегали. Вы все это видели? Все это мы видели. Не предполагая, что будем работать. А в 94-м практически вот я начал работать здесь. Хорошо оплачиваемых, прямо сразу скажу, здесь рабочих не было. Помогали рабочие, хорошие рабочие. Не так их много было. Ну, максимум здесь таких постоянных было четыре рабочих, будем говорить, которые бы не универсалы. Они от каменщика до кровли все это они делали. И, будем говорить, две женщины-пенсионерки штукатура, которых мы сначала подсаживали на купола, потом они сами туда бегали. В общем, все это со временем. Потом пришли ребята, подсобники, будем говорить, со стороны брали. Зарплаты очень небольшие, но энтузиазм практически. Сначала просто давил масштаб работ, потому что все было, вот эти перекрытия, все это запущено, росписи никаких, практически их не видно было. Все было или под гарью, под это, или просто облезло. Потому что купола не было. Купол худой, грибок, съел практически росписи. Вот. То есть, очень сложно было сначала предполагать, что это все восстановится. Но мы давали потихонечку, потихонечку начали сначала ломать, а потом потихоньку восстанавливать. И каждому празднику мы чем-то радовали людей. Так кто помог такому чудесно быстрому восстановлению храма? Конечно, Господь Бог. Но и люди, живущие вокруг. Отец Геннадий понимал, что храм не восстановишь, если он не нужен рядом с живущим тулякам, если он не станет подлинным духовным центром района. Недаром настоятель любил рассказывать одну поучительную историю. В 1980 году по улице Октябрьской мимо храма должны были нести Олимпийский огонь. Ожидался приезд большого количества журналистов, в том числе иностранных. Эстафета мира в атеистической стране на фоне православной церкви показалась кому-то неуместной, и храм решили взорвать. Приехали подрывники из Москвы, осмотрели храм, промерили стены, сделали расчеты и заявили, чтобы взорвать храм, необходима такая мощность взрывного устройства, что от детонации окружающие жилые дома уйдут на один этаж под землю. При этом нет гарантии, что рухнет хотя бы одна стена Божьего жилища. Взорвать не стали. Для отца Геннадия это был пример неразрывной связи человеческой жизни и жизни храмовой, низкого и высокого, быта и духа. Если уничтожишь духовную жизнь человека, уничтожишь все, и наоборот, возродишь дух, и начнет возрождаться обычная жизнь человеческая. Отец Геннадий и был тем человеком, который помог окружающим людям возродить духовную жизнь. Вече Господь, ко пришедшим к Нему иудео, аминь, аминь, глаголева, не входя дверьми во двор общий, но прилазя и нудео, то летать есть и разбойник, а входя и дверьми в пастырь есть овца. Отец Геннадий был добрым пастырем. Это выражалось в той ровности отношений, которые он имел со всеми прихожанами. Для него, как подтверждают его соработники, одинаково важен был и глава администрации района, и спившийся грязный бомж. В любом человеке он видел человека, образ Божий. Он интересовался жизнью своих прихожан, кажется, знал обо всех их проблемах, кто болен, кто опять сорвался и запил, кто нуждается в материальной помощи. При этом отец Геннадий обладал подлинной жизненной мудростью, помогавшей ему не вводить людей в искушение и самому свято соблюдать Христовы заповеди милостыни. Невестка наша. Дорогой наш Батюшка, безмерно уважаемый отец Геннадий, с великой радостью и от всего сердца поздравляем вас с Днем Ангела. Желаем вам успехов в служении во славу Господа, духовного и телесного здравия. И пусть Ангел хранит вас на многие-многие света. А святитель Геннадий пусть всегда вас поддерживает, окормляет и помогает вам во всех ваших делах во имя Господа и во спасение наших душ. Спасибо, Слава Богу. Хорошего научения духовного битвы. Как Иисус Христос сказал апостолам, говорит, кто подал больше? Женщина подала малую лепту. Малую лепту. Так от нас примите от всех. Малую лепту. Малую лепту. Тяжелая лепту, Малую лепту. А мы, дорогие братья и сестры, давайте помолимся нашему Господу Иисусу Христу, чтобы было здравие, терпение и много лет жизни нашему отцу Геннадию. И ведь, как знаменательно вместе от всех прихожан, тут поздравляют и мои внуки. Вот старший ученик православной классической гимназии Ростислав, средний, будущий ученик гимназии Роман и наша внучка Катерина. Маленький уже перед этим поздравил. Вот младший, младший внук, понимаете, Сергей. Будущий. В честь преподобного Сергия младший внук наш назван. Скоро будет протереем тоже. И матушка здесь с нами, видите, не забыла нас. Когда представили отца Геннадия, я про себя отметил его запоминающийся внешний вид и, как потом отметил про себя, необыкновенно добрый взгляд и располагающий манеру поведения. Хотя мы виделись впервые, но ощущение было такое, что я его уже знал, был с ним знаком. То есть это редкий дар, с которым сталкиваешься у людей, как правило, искренне добрых и искренне любящих людей и мир. После того, как я был переведен из Ивановской епархии в Тульскую, и мне было поручено владыкой Кириллом восстанавливать Преображенский храм города Тулы. Когда состоялось первое богослужение, предстоял отец Геннадий, было очень холодно, 30 градусов мороза на улице, а в помещении было еще хуже, потому что очень высокая влажность. И перед службой отец Геннадий привез деревянный на престольный крест, потому что ведь холодно в руках держать металлические, целовать его. И вот я об этом не подумал. Я не знал, что можно сделать так, чтобы было удобнее, лучше, легче. Он практически для чужого человека, для нового человека подумал об этом, оказал заботу и любовь, привез вот этот деревянный крест, еще много всего. Перед смертью так уж получилось преди его, что буквально за день, наверное, за два до его отъезда в ту поездку так уж получилось, что я у него исповедовался. Ну вот можно сказать, что эта исповедь мало того, что она перевернула мою жизнь в этом смысле, а действительно запомнилась. То есть это была исповедь с большой буквы. Я действительно то есть я-то пошел на исповедь как обычно, то есть осознавая свои грехи и так или иначе раскрыть перед священником и перед Богом, да, и уже раскаившись в них внутри, еще раз назвать и еще раз как бы почувствовать это раскаяние. Да, но на самом деле исповедь была совершенно удивительной. Почему? Потому что я не просто почувствовал раскаяние, а у меня появилось искреннее желание просто изменить свою жизнь в корне. Биография наша с ним очень одинаковая. Когда рассказывали, что он из моря не вылезал, так сказать, аж в синий, так сказать, вытаскивали его и, так сказать, море-то его позвало в конце. То есть своему делу отдавался полностью отец Геннадий. Вот он остался человек, который, так сказать, готов все отдать. Последнюю рубашку. Себя всего. Ну, наверное, всю жизнь отдал. Поэтому награду, которую мы ему при жизни вручили, когда Царичинского района было 75 лет, сердце отданное людям, когда мы обсуждали, и было это предложение не наше, не власти, это предложение было людей. У нас тут и дворник есть, допустим, и отец Геннадий. И ни у кого сомнений не было, что этот человек действительно сердце отдал людям. Благополучие, укрепление святой православной веры, и так не загадывая, далеко дай Бог дожить нам до следующей святой Пасхи святого Христова воскресения. Христос воскресенье! Боище на воскресенье! Боище на воскресенье! Сейчас многие в окружении пасторя вспоминают последний месяц жизни отца Геннадия, последнее Рождество, последнюю Пасху, и стараются ответить на вопрос, чувствовал ли он приближающуюся кончину, не берусь отвечать на это, но, несомненно, протерей Геннадий Ковалевский знал, что однажды он, как пишет Священное Писание, приложится к народу своему. И, наверное, внутренне был готов к этому. Он предчувствовал свою смерть. Предчувствовал? Да. Он мне 1 декабря сказал, 1 декабря, 4-й год он, что он в течение 40 дней умрет. Я не знаю, что у него было. То ли это было поведение, то ли это было что-то, в общем-то, какое-то. Но он сказал, я скоро умру. И вот все эти, все вот, с 1 декабря, все вот эти месяцы, он буквально готовил меня, что он скоро умрет. Я помню, когда батюшка разоблачался после службы, но это, наверное, было не троица, может быть, следующий день, буквально перед отъездом своим. И мы прощались с ним. Батюшка, мы вас ждем, приезжайте быстрее. И он сказал, да, говорит, хорошо вам отдохнуть. Она говорит, хотелось бы отдохнуть, жалко, дней мало. Так я что-то устал. Вот за те годы, что я служил с отцом Геннадием, я не помню от него вот этой фразы, что он устал, что надо отдохнуть. Это было сказано впервые. И была та фраза, что жалко, дней мало. Когда я его проведывал в областной больнице, где он был на стационарном лечении, на очень странном стационарном лечении, то есть он приезжал, ему надо было там быть весь день и исполнять процедуры. Он удовлетворялся принятием капельницы и мчался куда-то опять по делам, по делам, по делам, ставив в недуменное положение и врачей, и родственников, и коллег. Он же говорит, отец Геннадий, да? Так вы вроде... Ну и потом был момент такой интересный, я его навещаю, он говорит, ну вот, Игорь Николаевич, все меня забыли, один вы пришли меня навестить, я говорю, да вы что, я говорю, вы ведете себя таким образом, что никто не предполагает, что вы болеете. А вот эта сердечная усталость, она копилась, я думаю, что это явилось одной из причин столь раннего ухода. Но несмотря на усталость, последняя пасха в жизни отца Геннадия была какой-то необыкновенной. Это отмечают те, кто видел его в часы пасхальных торжеств, и те, кто служил вместе с ним. Вся служба прошла на одном дыхании, и эту службу действительно ввел и задавал и ритм, и настроение отец Геннадий. Он на стихерах пошел обнимать и целовать практически весь храм, полный храм. На каждой песне канона, переоблачившись в облачении нового, другого цвета, с радостью, действительно летел буквально по храму с пасхальным приветствием Христос Воскресе. И когда было отдание Пасхи, служба закрытия царских врат, было тоже удивительно, остались и записи, когда долго-долго весь храм пел Христос Воскресе, и фест Геннадий с радостью, воздев руки к небу, буквально обнимал всех. Другого слова, кроме слова радости, у меня нет и не находится. К 2005 году отец Геннадий действительно очень устал. Помимо 14-летнего труда по восстановлению одного из самых больших храмов Тула, на его плечи легла забота обо всех тульских храмах. Он был назначен городским благочинным, а также проректором Тульской духовной семинарии. Полноценно отдыхать отец Геннадий мог только в воде. Подводное плавание было его стихией. В это лето он вновь отправился к морю. «Этот отпуск у нас как-то никак не ладился, не получался. Но мы преодолели все препятствия, как нам казалось, и поехали. А еще что интересно, у него, говорю, у него умер друг. и он почему-то связал свою смерть с его смертью. А друг был родом из Севастополя. Мы отдыхали в Крыму, но никогда не были в Севастополе. А здесь мы поехали в Балаклаву. Чтобы вам объяснять, это надо видеть. Балаклава, это, в общем, чтобы попасть на пляж, нужно только на катере плыть. Мы приплыли на катере, и он уплыл в море. Перед тем, как мы плыли, он был очень подавленный, очень подавленный. Знаете, вот я вот так смотрю на него, говорю, ну что такое? Вот какой-то очень печальный был, очень печальный. Конечно, невозможно было представить, что это была, в общем-то, наша последняя встреча. И он уплыл. Одевался очень долго. Вот он одевал гидрокостюм, он никогда так долго не одевался. А здесь не как-то не застегивалась у него молния. Вот я ему, я ему всегда помогала и одеваться, и раздеваться, потому что это сложно. А здесь ни молния не застегивалась, никак он эти носки, у него и носки, и перчатки, у него было полное оборудование. Вода была прохладная, и море штормило, поэтому он одевался полностью. И очень долго, очень долго не одевался, и как-то уплыл, и прям плавал около берега, вот здесь, недалеко. Я его видела. Я всегда смотрела, потому что я всегда волновалась, когда он плавал. Всегда сидела на берегу, всегда его ждала, а перед этим, когда мы плыли на катере, он мне сказал, ты готова меня ждать? А я говорю, да я всю жизнь тебя жду. А он говорит, ну этот раз придется ждать долго. И уплыл. И знаете, и уплыл, как-то вот поплавал около берега, а потом уплыл за гряду. Там гряда была, и я его сразу потеряла из вида. Не было мне видно его. И когда прошел час, другой, третий, плавал он и по 6 часов, но я почувствовала, что это плохо. Я вызвала спасателей, и спасатели прошли весь берег. И когда они сказали, что его нет, я поняла, что случилось. Я сразу поняла, что случилось страшно. Я сразу позвонила в Тулу, хотя, сами понимаете, с таким известием звонить уже надо было наверняка. А я сразу позвонила, потому что я поняла, что получилось. И ночью я провела одна на берегу моря, ожидая его. Только утром спасатели, и там еще знакомый был у нас, один Володя, водитель, который нас привозил. Они меня буквально силой увели, потому что я сказала, пока его не найдут, я не уйду. Они меня просто забрали, а потом уже приехал Вячеслав, ну и там уже началось совершенно все. А все-таки в Возвании что произошло? Произошел сердечный приступ в воде. В воде прямо? Да. А я считаю, что пришел его час. Ведь у нас у каждого есть час. Заход. Нас застает Господь везде. Я тоже была в лодке, когда его доставали, потому что они не хотели меня брать. А я говорю, да вы не найдете без меня, мне обязательно надо было плыть. И мы поплыли на лодке. И когда сначала он сказал, что нашел, он сказал, первое его было предположение, что там был грот, и он в грот попал, а воздуха не хватило, и он бы как там остался, задохнулся. Но когда они достали его из воды, они сказали, он не утонул. Он умер уже. У него не было в легких воды, то есть он, знаете, видимо, он почувствовал плохо с сердцем, но смерть наступила очень быстро, потому что у него были перчатки, и он начал снимать только одну перчатку. У него были такие перчатки из гидрокостюма, а сверху он матерчатые одевал, чтобы не рвать эти. И вот он успел снять только одну матерчатую перчатку и трубку выбросить. Если бы ему было долго плохо, я думаю, он бы снял и шлем, он бы смог раздеться. И у меня такое предположение, что у него стало плохо, он на камень вышел и стал раздеваться. И тут моментально наступила смерть, и он уже мертвый и упал в воду. А волной уже его прибило в этот грудь. Выражение лица у него было удивительно спокойно, просто удивительно спокойно. Вы знаете, я смотрела на него, и мне казалось, что он просто спит, просто спит. Несмотря на то, что он сутки пролежал в воде, и не было ни испуга, ни ужаса, ничего, он просто уснул. На отпевании отца Геннадия архиепископ Тульский Белевский Алексий сказал, что протерей Геннадий Ковалевский сделал все в этой жизни, что должен был сделать по промыслу Божию. Через год он вновь подтвердил свои слова. Земная жизнь, она имеет свою определенную задачу для каждого из нас. Вот понять ее, не от ветра головы своей жить, а волю Божию о мне принять ее, вместить в себя и ей соответствовать. Вот когда так, вот именно это в жизни отца Геннадия было явлено во всей, во всей полноте. Свою земную жизненную задачу он полностью раскрыл. Все в руках божественного промысла, воли Божией и он ходил пред лицом этой воли Божией, вручая себя, влагая себя, вверяя себя ее божественному действию. И поэтому здесь вот нет никакого противления. Вот сказал Господь сегодня, отец Геннадий, тебе пора, да, Господи, пора. И вот от своего обычного дела вот все он делал, вот как мы говорили только что с вами, добросовестно, с благородством, с полной отдачей, но это его здесь не удерживало и не давало ему сказать, Господи, я еще не все успел, подожди, мне надо вот то, вот то, вот то, вот то, ничего подобного. Да, Господи, я готов. Вот как вы считаете, чему главному вас научил отец Геннадий в жизни? Я думаю, что главное, чего учил отец Геннадий в жизни, это любви. Он стремился к этому. И других он учил, чтобы постоянно было вот какой-то вектор вот этого стремления. Он всегда говорил, что в Африке в третьем веке к Антонию Великому пришел юноша и сказал, отче, что мне делать, чтобы вот наследовать жизнь вечную? И он сказал, ну молись непрестанно. Он сказал, ты знаешь, я вот хочу молиться, но я не умею. Что мне делать? Он говорит, непрестанно хотеть. То есть непрестанно желать, это уже является молитвой. И вот этим вот я считаю, что отец Геннадий прежде всего передавал тем людям, которые его окружают. Но в этом и весь закон и все пророки, это самое главное в жизни. И другое дело, что я тоже как бы получил, я чувствую, что внутри меня иногда горит этот огонь, но не всегда бывают силы и способности, чтобы реализовать. Но вот это вот желание, желание ничего-то там того-то, того-то или того-то, а вот желание иметь в сердце свою любовь, это уже половина дела. Я считаю, что самое важное это именно вот молодежь, которой он уделял много внимания. Молодежь, дети. Вот когда приходили на могилу дети, маленькие детки и молились, и плакали на его могиле, то я считаю, что это дорогого стоит. То есть не только его любили люди, которые, в общем-то, взрослые, а именно дети. И я думаю, что это и есть будущее. Он дал такое семя любви именно вседетское сердце. А детское сердце, оно ведь долго помнит. Благословенно царство отца и сына и святого дуга ныне приископ и вовеки веков. Аминь. Субтитры 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 Вот младший, младший внук, понимаете? Сергей. Будущее. В честь преподобного Сергия младший внук наш назван. Скоро будет протереем тоже. Сереж, говорят, ты хочешь стать священником? Да. А почему? Потому что у нас все в роду священники. У меня вот папа священник, дедушка священник. Я хочу продолжить род. Воскресенье Твое, Крестистос, Субтитры 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 Субтитры